Hola chicos y chicas, ¿cómo estás? А у нас с вами сегодня опять же практика, la práctica, и с вами сегодня будем вспоминать глаголы, какие? Ser y estar, два важных глагола в испанском языке. Вспомним с вами, когда же они употребляются и как же они спрягаются. Ну что же, manos a la obra, за работу chicos, vamos! Но прежде чем тренировать глаголы ser y estar, давайте-ка мы с вами вспомним, как же они спрягаются. Давайте, chicos y chicas. Глагол ser, как будет спрягаться? Yo soy, muy bien, yo soy, tú eres, él, ella, usted, es, nosotros, somos, vosotros, sois, y ellos, ellas, ustedes, son, muy bien. Переходим к глаголу estar, как спрягаем, давайте. Yo estoy, tú, estás, él, ella, usted, está, nosotros, estamos, vosotros, estás, y ellos, ellas, ustedes, están, супер. Еще раз повторим. Глагол ser. Yo soy, tú, eres, él, ella, usted, es, nosotros, somos, vosotros, sois, ellos, ellas, ustedes, son. Chicos y chicas. Обязательно повторяйте за мной каждое слово. Проговаривайте. У нас же с вами сегодня практика. Нам с вами нужно все проговаривать, прописывать, смотреть и запоминать. Estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. И теперь быстренько все вместе. Soy, eres, es, somos, sois, son. Estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Ну что ж, теперь мы готовы, размялись и vamos, vamos, chicos. Но по традиции в наших с вами практиках мы с вами узнаем что-то новенькое про Испанию или Латинскую Америку. И в этом видеоуроке я хотела вас познакомить со Пататас Бравос, очень популярное испанское блюдо. Пататас Бравос переводится как смелый картофель, но к смелости, конечно же, он не имеет никакого отношения. Пататас Бравос это обжаренный картофель, порезанный на крупные кусочки с соусом Бравос. Бравос в Латинской Америке также может переводиться как острый, то есть не смелый, а острый. Картошка с острым соусом. Пожалуйста, мои дорогие, если вы пробовали это блюдо, напишите мне в комментариях ваши впечатления. Ну что же, а мы с вами начинаем. Берем тетрадки, ручки, лакавеса и переводим. Vamos. Мы в седьмой аудитории, то есть мы находимся, мы находимся в седьмой аудитории. Ставьте паузу, прописывайте или проговаривайте и потом уже сверяйте. Давайте, мы находимся. Находимся это глагол какой? Эстар. Правильно, давайте. Estamos en el aula siete. Estamos en el aula, номеру можно добавить, номеру siete, либо просто siete. Обращаю ваше внимание, что la aula это женский род, но для того, чтобы удобно было произносить, мы с вами ставим артикль мужского рода. Estamos en el aula siete. То же самое, что la agua, это неудобно произносить, но вода женского рода. И мы с вами говорим el agua, el agua. Entonces, estamos en el aula siete. Идем дальше. Филиппе толстый и очень веселый. Хм, сер или эстар? Или два этих глагола, давайте подумаем. Филиппе толстый и очень веселый. Постоянное это качество или временное? Непонятно. Давайте, ваши варианты. Мы в данной с вами фразе используем один глагол, сэр, поэтому повторять его нет смысла. Филиппе эс гордо и мой аллегре. Филиппе эс гордо и эс мой аллегре тоже можно так сказать, но зачем? Если у нас сами уже в начале стоит глагол сэр. Филиппе эс гордо и мой аллегре. То есть, Филиппе постоянно толстый. Он не сейчас потолстел, он вообще толстый. Это его качество и очень веселый. Очень веселый тоже его качество постоянно. И эс мой аллегре. Далее, номер трес. Рассказ скучный. Рассказ скучный. Подумаем, скучный это его постоянное качество или приобретенное. Думаем. Эль релато эс абурридо. Эль релато это рассказ. Эль cuento это сказка. Эль релато, рассказ эс абурридо. Почему эс абурридо? Давайте думать. Потому что это его качество. Ну, скучный он, скучный этот рассказ. И тем более, это мое мнение. А я вам напомню, что мое мнение, да, то есть, ваше мнение, оно идет с глаголом сэр. Оно постоянное. Хоть оно и может поменяться, но все равно оно идет с глаголом сэр. Эль релато эс абурридо. Далее, номер cuatro. Паэлья вкусная. Паэлья вкусная. Давайте. Паэлья есть, находится в состоянии вкусная. Потому что сэррико, это как перевести? Быть богатым. Правильно. Сэррико, быть богатым. Богатство это неизменное качество. А быть вкусным, быть невкусным, оно приобретенное. Ла паэя эста рика. Ла паэя эста рика. То есть, блюдо может быть вкусным, а может быть и невкусным. А для кого-то оно может быть вкусным, а для кого-то невкусным. Поэтому глагол эстар. Запоминайте. Номер пять. Как мы с вами скажем номер пять? Номеро cinco. Номеро cinco. В последнее время Хорхе очень растолстел. Атенцион. В последнее время и он очень растолстел. То есть, до этого он был всё-таки не толстый, а вот что-то случилось и он растолстел. Да, как вы думаете? Давайте. В последнее время это как? Ультимаменте. Ультимаменте. Мой бен. Переводим. Также на речи в последнее время мы с вами можем поставить в начало. Или в начало, или в конец. Jorge está muy gordo ultimamente или ultimamente Jorge está muy gordo. Номеро seis. Номеро seis. Собор находится рядом с парком. Собор находится рядом с парком. Я думаю, это простая фраза, да? Собор находится. Соответственно, какой глагол? Эстар, конечно же. Давайте. А собор? Собор. Как будет собор? Ставьте паузу, переводите, прописывайте, проговаривайте и сверяйте. Обязательно, мои дорогие, после проделанной работы еще раз пересмотрите это видео. Можете фоном его включить, моете посуду, моете пол или едете на работу. Включайте и старайтесь переводить раньше, чем я. Чтобы эти фразы у вас уже были на автомате. Я вам сказала, собор находится рядом с парком. Вы быстренько перевели. Это у нас с вами предлог рядом. Рядом с чем-либо. Я напомню, что у нас с вами. Д плюс ЭЛ равняется ДЛ. Д плюс Л равняется чему? ДЛА. Например, Будет писаться раздельно. Или, если у нас с вами мужской род, ЭЛ ПАРКЕ, то здесь будет слияние артикля и предлога. Д плюс ЭЛ равняется ДЛ. Далее, номер 7, как мы скажем? Сьете. Нумеру сьете. Мы с Педро не готовы принять решение. Не готовы. Мы с Педро не готовы принять решение. Принять решение мы с вами можем перевести, как просто решать. Решать у нас с вами глагол. ДЕФИДИР. ДЕФИДИР. А быть не готовым. Это устойчивое выражение у глагола ЭСТАР. Какое? ЭСТАР ЛИСТО. Молодцы. ЭСТАР ЛИСТО. Мы с вами спрягаем на мы, потому что Педро и я это мы. Педро и я это мы. НОСОТРОС. И всегда, мои дорогие, мы с вами будем ставить на первое лицо другого человека. Не я и Педро, а Педро и я. Педро и я но истамус листос пара ДЕФИДИР. Еще раз, устойчивое выражение ЭСТАР ЛИСТО переводится как быть готовым. И СЕР ЛИСТО это у нас с вами быть УМНЫМ, СЕР ИНТЕЛИГЕНТЕ. ПО РЕГЕМПЛО, давайте с вами повторим такую фразу. ЙО СОЙ ЛИСТО. ЙО СОЙ ЛИСТО означает ЙО СОЙ ИНТЕЛИГЕНТЕ. Я УМНЫЙ ЙО СОЙ ЛИСТО означает СОЙ ИНТЕЛИГЕНТЕ. И ЭСТАР ЛИСТО означает быть готовым к чему-либо. ЭСТАР ЛИСТО, а как же вы будете отрицать, например, Я НЕ ГОТОВА, НО ЭСТОЙ ЛИСТО. Обращаю ваше внимание, что прилагательное ГОТОВ, ГОТОВА будет меняться по родам и числам. НО ЭСТОЙ ЛИСТО скажет УНА МУХЕР, какая-то женщина, и НО ЭСТОЙ ЛИСТО скажет какой-то парень. НО ЭСТОЙ ЛИСТО или НО ЭСТОЙ ЛИСТО. Все запишите, подчеркните и запомните. Далее, НО МЕРО ВОСЕМ ОЧО. ФРАНЦИСКА, это её имя, я решила оставить на испанском языке. ФРАНЦИСКА, ФРАНЦУЖЕНКА из ПАРИЖА. ФРАНЦИСКА, ФРАНЦУЖЕНКА из ПАРИЖА. Переводим. ФРАНЦИСКА, ЭС ФРАНЦЕСА ДЕ ПАРИЖА. Смотрите, мы здесь с вами опять не дублируем два раза глагол СЕР. Не надо его дублировать, потому что он здесь и так один. ФРАНЦИСКА, ЭС ФРАНЦЕСА, ну, в принципе, можно. ЭЛЯ ЭС ДЕ ПАРИЖА. Либо ФРАНЦИСКА ЭС ФРАНЦЕСА ЭС ДЕ ПАРИЖА. Можно, но, в принципе, зачем нам с вами перегружать фразу, повторяя одно и то же. ПАРА КЕ? ФРАНЦИСКА ЭС ФРАНЦЕСА. ФРАНЦИСКА, ФРАНЦУЖЕНКА, она есть ИЗ ПАРИЖА. Предлог ДЕ означает у нас с вами ИЗ. ИЗ ПАРИЖА. Далее номер девять. НУМЕРО как? НУЕВЕ. НУМЕРО НУЕВЕ. КИТО – это столица Эквадора. Тоже интересная справочка. КИТО находится в Эквадоре. КИТО – это столица Эквадора. И КИТО находится в Эквадоре. Думаем. ПЕНСАМОС, ЧИКУС, ПЕНСАМОС. КИТО – ЭС ЛА КАПИТАЛЬ ДЕ ЭКУАДОР. КИТО – ЭС ЛА КАПИТАЛЬ ДЕ ЭКУАДОР. Всегда смягчаем с вами мягенькую Л. Если у нас в конце буковка Л, то мы представляем, что там есть мягкий знак. ЛА КАПИТАЛЬ. ЛА КАПИТАЛЬ. АТЕНЦИОН, ВНИМАНИЕ. ЭЛ КАПИТАЛЬ означает ДИНЕРО. ЭЛ КАПИТАЛЬ – это КАПИТАЛ. И ЛА КАПИТАЛЬ женского рода – это столица. Это столица. КИТО – ЭС ЛА КАПИТАЛЬ ДЕ ЭКУАДОР. КИТО – есть столица ЭКУАДОР. КИТО – ЭСТА ЭН ЭКУАДОР. КИТО – НАХОДИТА В ЭКУАДОРе. Многие здесь могут подумать, ну, КИТО же никуда не переедет. Почему ЭСТАР? Ну, вот так вот сложились обстоятельства, что всё равно находится, всё, что находится, оно будет использоваться с глаголом ЭСТАР. Далее, номер 10. Номер 10 как? ДЕЦ. Молодцы, ДЕЦ. Номер 10. Её дядя очень богатый. Очень богатый. Вспоминаем. Быть вкусным, быть богатым, подскажу вам. Давайте. Быть вкусным. ЭСТАР РИКО. А быть богатым? СЕР РИКО. Молодцы. СЕР РИКО. СУ ТЮО. ЭСТЬ МОЙ РИКО. ЭСТЬ МОЙ РИКО. СУ ТЮО. СУ. Это у нас с вами притяжательное местоимение. Её, его, ваш. ТЮО. Это дядя. А сделайте-ка мне из дяди тётю. И будет. ТИЯ. Молодцы. Меня. С вами просто окончание в данном случае. СУ ТЮО. Либо СУ ТИЯ. Если женский род. СУ ТЮО. ЭСТЬ МОЙ РИКО. Её дядя очень богатый. А если её тётя очень богатая. Обратите внимание, чтобы здесь тоже поменяем у прилагательного РИКО. Окончание. И как будет? СУ ТЮО. ЭСТЬ МОЙ РИКО. ЭСТЬ МОЙ РИКО. Она есть очень богатая. Супер-супер. Давайте дальше. 11. ОНФЕ. Она юрист, но сейчас она официантка. Важный момент. Она юрист, но сейчас она официантка. Ну-ка подумайте. А потом я дам комментарии по этому предложению. Она юрист – это её постоянная профессия. А с профессиями какой глагол? Сэр, молодцы. Но, но сейчас она официантка. Вот сейчас она работает временно кем-то. Временно. Ещё раз. Она юрист. Постоянная её работа с глаголом «сэр». ЭС юриста. ЭС. Третье лицо. ЭЛЯ ЭС юриста, но сейчас она официантка. Когда мы с вами указываем временную профессию, мы с вами используем «эстар» плюс «де». Обязательно «эстар» плюс «де». Эстар де камарера. Эстар камарера будет неправильно. Эстар де камарера. ЭЛЯ ЭС юриста, но сейчас она де камарера. Также, мои дорогие, напишите-ка мне свои фразы в комментариях с использованием глаголов «сэр» и «эстар». Мы с вами всегда практикуемся. Пишите мне в комментариях, я всегда всё вижу и читаю. И, конечно же, меня очень радуют ваши приятные комментарии. Идём дальше. Двенадцать. Нумеро двенадцать. Долстай. Мой бьен. Я грустный, а он счастливый. Я грустный, а он счастливый. Подумайте, запишите и потом поговорим. Я грустный, а он счастливый. Смотрим. Смотрим. Но так как «эстой» уже указывает, что это «я», я местоимение убираю. Оно мне не нужно. Обращаю ваше внимание, что быть грустным можно только временно в Испании. «Эстой тристая», «эстас тристая», «сэр» плюс тристая. Нельзя. Но нельзя быть грустным, депрессивным, живя в Испании или в Латинской Америке. Это просто невозможно. Поэтому «сэр» плюс тристая нельзя использовать. Только «эстар». Только временно можно грустить. Но быть счастливым можно и постоянно, и временно. И «эль эс фэлис». Он постоянно счастливый человек. Ну, он просто постоянно, он счастливый человек. У него жена, дети, хорошая работа, путешествия и так далее. У него всё есть. Он счастливый. Или он в данный момент счастливый. «Эль эста фэлис». И «эль эста фэлис». Поэтому выбирайте свой вариант. И напишите-ка мне «эту эстас фэлис» или «эр эс фэлис». Ты счастливый в данный момент или постоянно. Так, идём дальше. Нумеро тринадцать. Трэцэ. «Хосэ женат». Какая маленькая, коротенькая фраза. «Хосэ женат». Давайте. «Хосэ эста или эс касадо». Тоже важный момент. «Эста» или «эс касадо». Как вы думаете, «эстар» или «сэр»? А вот по-разному. Многие думают и «эстар» и «сэр». Но в принципе, быть женатым – это тоже состояние. Быть женатым – быть замужем. Поэтому чаще скажут «эстар». «Хосэ эста касадо». Но также в странах Латинской Америки могут и сказать и «сой касадо». Используя глагол «сэр». То есть это постоянное качество. Он не собирается никуда уходить от своей жены. Поэтому он использует «сэр касадо». «Ё сой касадо». Но в Испании чаще скажут «ё эстой касадо». Потому что это состояние. А как вы скажете, мои дорогие, что она не замужем? Ну-ка, она не замужем. Мы с вами меняем глагол «эстар», «эстана», «анаспряга». И «касадо» обязательно делаем там акцент на буковку «а». Потому что это тоже будет меняться на мужской и на женский род. «Ё эстой касадо» и «ту, но эстас касадо». Например, «я замужем, а ты не женат». Далее, номер 14. «Сливы незрелые». «Сливы незрелые». «Сливы». Очень смешное название. «Сливы незрелые». Вспоминайте. «Сливы», «las ciruelas están verdes». «Las ciruelas», «la ciruela», «слива», смешное название. «Las ciruelas están verdes». «Сливы» есть зелёные. Это их состояние. Это не то, что у них сорт зелёный. Они сейчас незрелые. Они зелёные. Их нельзя есть, а то точно будет ciruela. Нужно их есть, когда они будут другого цвета. «Violeta», «el negro». «O depende del árbol». «Зависит от дерева». Но всё-таки здесь у нас с вами глагол «estar», «estar verde». «Estar verde» – это быть незрелым. Как вы скажете? «Яблоки незрелые». «Las manzanas están», потому что это они. «Las manzanas están verdes». А яблоко одно зелёное, как ты скажешь, мой друг? «La manzana está verde». «Está verde». Множественное число мы здесь уберём. «Estar verde». И далее. «Эта машина надёжная, безопасная». Номер 15, как скажешь? «Quince». «Quince». «Эта машина надёжная, безопасная». «Безопасная». Думаем. Думаем, думаем, думаем. «Está seguro». «Estar seguro» означает быть безопасным. «Estar seguro» означает быть уверенным. Например, «estar seguro» – ты уверен, а «ser seguro» – быть безопасным. «Estar seguro» означает быть безопасным. А идёте дальше. «Пасу о пасу», шаг за шагом. Ещё раз пересматривайте, ещё раз прописывайте, прослушивайте фоном, когда что-то делаете. Это всё равно всё укладывается в вашей голове. «Перед сном» тоже очень полезно. Поставили и быстрее меня переводим. Можно на паузу нажимать, можно стараться попасть именно в тот промежуток времени, когда я молчу и перевести. Так что вы большущие молодцы. Я очень рада, что вы пришли на мой урок. И nos vemos muy pronto. Увидимся с вами скоро. Un beso grandísimo и hasta pronto. Adiós.